Всем привет! В 12 полдень. Это строительные истории. Моим повествованием сегодня будет вот этот кусочек гибкого кровельного битумного листа. Приблизительно, допустим, андулин. Это может быть любая марка. Так как же создать этот кусочек? Я хочу рассказать, чем я пытался обрезать его, потому что меня не устраивала его длина. Это может случиться с каждым. Длина или ширина, все равно где-то что-то вдруг придется обрезать, хотя бы разок. С чего я начал? Начал я, конечно, с самого маленького, кипрочного ножа со сменным лезвием. Конечно, это все не очень быстро. Методом прорезания несколько раз по одному месту можно добиться какого-то результата. Ну, все закончилось тем, что у меня, когда лопнуло лезвие и полетело, я понял, что мои незастрахованные конечности не готовы еще раз принять это летающее лезвие. Я ушел от этой идеи. Попробовал ножик помощнее. Ну, типа строительного, с толстым лезвием, мощного. Попробовал им как бы порезать тоже так несколько раз. Ну, процесс, конечно, идет, но очень мудрный и вообще неинтересный. Как бы результат маленький есть, но скучный, неинтересный. Тоже ушел от этой мысли. Ну, в итоге у меня есть еще несколько вариантов. Один из этих вариантов неплохой достаточно. Это резать андулин ножницами по металлу. Ну, приблизительно, как я вам могу показать на этом кусочке это происходит, в принципе, довольно-таки доступно. Но учитывая то, что надо выгибать кусочек, который ты отрезаешь, его надо как бы выламывать. Вот. Метод довольно-таки неплохой, но потом я вам покажу, как он ведет себя, когда ты с большим листом работаешь, а не с кусочком. С кусочком можно сделать что угодно, а с листом все сложнее. Ну, в принципе, плюсы есть у этого метода, что срез получается ровненький, чистый, скажем так. Ну, я думаю, такое обрезание некоторые евреи бы оценили. Вот. Потом с ножницами продолжим еще. Есть вариант ножовкой по дереву попробовать. Ну, даже не попробовать. Это, в принципе, хороший вариант. Потом я вам покажу в дальнейшем, как это на деле себя проявит и какие плюсы и минусы. Что у нас еще? Конечно, можно воспользоваться нашим великим другом-болгаркой, которая режет все, что хочет и кого он хочет. Но у меня сразу к ней большие вопросы, потому что я боюсь, что на ней будет очень сильно накипать битум. Это же битумный, ну, кровля. И битум, когда плавится, соответственно, скорость-то большая у диска. Начинает плавиться, накипать, разлетаться. Горячий битум. Я просто предполагаю, что так и будет. Даже пробовать не хочу. Если оденем очки, и очки будут в этой битуме, приблизительно то, что на машине ехать по свежему асфальту. Постоянно что-то прилипает, отлетает, куда-то прилипает. Не туда, куда надо. Вот, поэтому, я думаю, болгарка не будет нашей помощницей в этом плане. Сейчас я вам проэкспериментирую это все наверху. У меня есть там одна крыша, которую надо чуть-чуть укоротить. Итак, сейчас вы прослушаете отрывочек из маленькой оперы. Ансера. О том, как голодные зубья ножовки впиваются вплоть к кровельной битумной черепице. Опять же, листа кровельного, а не черепица. Вот, я вам покажу, как это работает. В принципе, пилится достаточно неплохо. У меня на ножовке мелкий зуб. Поэтому очень сильно крышу не рвет. Ну, в месте пиления. Но идет все равно такая рванина немножко. Крыша немножко рвется. Ну, это же битумный, типа бумага. Битумный, типа бумага. В общем, так я попилил. Приблизительно одной чистой ножовки мне хватает на распил одного листа. Максимум полтора. Потом происходит такая история. Как, если это видно, вот весь этот битум накипает между зубами. Вот о чем я говорил, что дисболгарки будут в ужасном состоянии, когда на нем накипит куча-куча битума. Вот это вот. И приходится потом брать ножик строительный и подчищать вот эти зубчики. Не могу сказать, что для ножовки это хорошо. Все-таки возможно где-то что-то подзатупится. Можно еще очистить эту штучку битумную методом распила какой-нибудь деревяшки. Но это все по-моему очень трудоемко. С ножом по-моему поскромнее это все и побыстрее. Дерево не напасешься пилить столько. Да и вообще пиление сомнительный процесс для удовольствия. Чтобы получать удовольствие. И опять можно потом заново приступать пилить. Конечно после этого ножовка все равно останется с этой битумной грязью. Если вы будете чистовую какую-то работу делать допустим нужно отпилить бы чистый брусок или еще что-то эта грязь останется на чистом бруске. Если она вас там не будет устраивать то это не очень приятно. Я в принципе сказал плюсы и минусы. Пилить достаточно быстро но надо очищать часто ножом. и так сейчас я продемонстрирую резьбы ножницами по металлу но когда лист грубо говоря целиковый что не все удобства тут возникают. В общем начинаем резать и потихоньку кусочек который ты отрезаешь можно надламывать что его же уже все равно на выброс. Если конечно других видов на него нету ну такая сомнительная история конечно но но идет дело то есть заворачиваешь кусок в сторону или куда-нибудь чтобы ножницам пролезть можно было и так этот процесс продолжается до той поры пока или не устает вот эта мышца если смотрели мультфильм про морячка папайя то руки через полчаса будут такими как у него сразу хочется бежать за шпинатом чтобы дополнительных сил взять вот в общем в принципе достаточно метод нормальный ну и плюс то что конечно ножницы в принципе остаются довольно-таки чистыми на них этой битумной накипи почти нету грязи никакой потому что скорость реза небольшая соответственно а чем ты быстрее пилишь или обрезаешь соответственно битум закипает и налипает ну и последний способ о котором я вам еще не повествовал я подозреваю это способ самый продуктивный потому что у вас не будет возникать никакой накипи на инструменте и все такое это я так подозреваю лазерная резка к сожалению продемонстрировать вам ее я не смогу потому что мой гиперболоид инженера Дагарина который я заказал в Китае сказали еще не успели сшить из шелка в общем я вам рассказал почти все вот мы видим если это видно то что рвется когда ножовкой режешь но в принципе это все терпимо тут-то красоты особо и не надо вот главное чтобы все стекало куда надо и т.д. и т.п. и по поводу накипания на инструмент вспомнилась история из детского сада когда я своему другу налепил большой шматок пластилина на голову на волосы и потом ему пришлось попрощаться с большой копной волос ему там вырезали там ножнями там со слезами на глазах зато у него сейчас такая шевелюра и не факт что этому поспособствовал не я а шевелюра там любая модель позавидует так что накипание накипанием я вам рассказал о происхождении этого кусочка как мог думайте сами если есть еще какие-то способы я не исключаю но в принципе я перебрал все что мог придумать всем чаю с пряником но все может быть кто знает после этого видео может все изменится чинь-тау-те услышат меня и сделают это на раз-два сразу на очередной кожаной меховой фабрике вот этот кусочек гибкого кровельного все время забываю это слово битумный